Электронные браслеты смогут чаще носить арестованные в Казахстане. Вот таким образом вместо заключения под стражу к ним могут применять домашний арест, рассказали сегодня в Верховном суде. Тем временем свыше 50% ходатайств осужденных о досрочном освобождении удовлетворяются. И количество арестованных лиц среди поданных ходатайств снизилось с 90 до 75%. Эти вопросы судебной практики, а именно условно-досрочного освобождения, замены лишения свободы на более мягкий вид наказания, санкционирование содержания под стражей, обсудили сегодня судьи, представители Генпрокуратуры, Комитета уголовной исполнительной системы МВД и адвокаты. Количество арестованных лиц остается еще достаточно высоким. В этой связи с Верховным судом, по инициативе Верховного суда, инициирован пилотный проект, в рамках которого за последние полгода в этом году суды отказали в санкционировании содержания под стражей и с применением электронных браслетов санкционировали меру пресечения в виде домашнего ареста. Низкий процент применения замен неотбытого наказания, а также условно-досрочного освобождения при тех условиях, когда это допустимо сделать. И зачастую вызывают вопросы, почему в одном случае, скажем так, и учреждение, в котором отбывает наказание осужденной, ходатайствует о том, что к нему подлежит применение как ЗМН, так и УДО, но разная практика, и в большинстве своем практике такая отрицательная, потому что отказывают. Продолжение следует...